Сегодня Святая Церковь предложила нам Евангелие, в котором мы слышали удивительную притчу, сказанную Иисусом Христом. Когда Он ее произнес? Христос говорит очень вовремя, как мы говорим сегодня, своевременно. Когда же произнесена была притча, которую сегодня читают во всех православных храмах? Тогда, когда некий фарисей пригласил Иисуса Христа на свой ужин. Собралось много званых, богатых, именитых людей, и среди них Иисус. Все смотрели на Него, взоры были обращены на этого нового проповедника, как Он поведет себя среди этих знатных людей. Больше того, один перед другим начинали похваляться своими заслугами, своим положением в обществе, как это бывает сегодня в современных общественных обедах, званых ужинах, когда кто где сядет, кто где разместится. Очень важно, кого посадить рядом с первым человеком на пиру, кого вторым, кого десятым и так далее. И Христос после того, когда укорил собравшихся удивительным напутствием, что когда позовут тебе на пир, не садись на первые места, а сядь там последним. Потому как, когда придет распорядитель пира и, подойдя к тебе, скажет, друг, сядь туда, потому что тот человек, который пришел ко мне в гости, гораздо ближе мне, пожалуйста, займи вот там место последних, а того пригласит на это место, куда сел ты. С каким стыдом ты оставишь то место, о чем напоминает собравшимся Иисус. Но тут один из них говорит, блажен тот, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. Посмотрите, какие гордые надменные люди собрались среди Христа и снова смотрят на Него. Что скажет Он? И Христос как раз таки произносит эту притчу о неком Господине, который вновь собирает званный ужин и зовет на этот ужин званых. Посылает к Нему слуг своих, к этому Господину прийти на званный пир, когда все приготовлено, стол накрыт. Но первый начинает отрекаться и говорит, скажи Господину, я не смогу прийти, просто я приобрел землю. К другому, подойдя, услышали от Него такой же отказ в посещении званого ужина, потому что он купил пять пар валов и идет их испытать. Конечно, такое важное дело, какой там пир. Ну а третий, когда был позван, тоже отказался прийти по причине своей свадьбы. Он женился и всем же понятно, что сейчас Господин подождет. И вот, казалось бы, все отрекаются от званого ужина на законных основаниях. Ну какой ужин, когда только приобрел землю? Конечно, нужно прийти, осмотреть, продумать все до тонкостей, до мелочей, что построить, где провести межу, как и чем засеивать. Ну, кому придет в голову куда-то ходить на ужин, если ты только купил такое сокровище, пять пар валов. Это такое богатство, как они выглядят, здоровы ли, куда я их поставлю, какой ужин. Или, например, женитьба, любимая, возлюбленная рядом, какой пир, мне уже ничего не нужно. И вот Христос как раз и повелевает слугам своим теперь пойти и собрать всех бедных и нищих, потому что те званные, никто не откликнулся и не пришел на его приглашение отобедать с ним, на его праздничные трапези. И слуги пошли, собрали бедных, нищих, убогих людей, и стол Господина наполнился. И сказал тогда Господин, много званых, но мало избранных, а все те, которые были позваны на вечерю, не вкусят со Мною в царстве Моем. Под этим Господином Христос подразумевал самого Бога. И фарисеи, и все эти знатные вельможи, и сильные мира сего, собравшиеся на этот свой званный ужин, поняли, что Христос-то говорит о них. Он обличил их, во-первых, в желании сесть поближе к первому лицу, а там, в Царстве Небесном, совсем другой суд, совсем другие места. И вовсе совершенно неплохо, что кто-то приобретает землю, приобретает валов, или машину, или квартиру, или что-то покупает новое, что нужно посмотреть, осмотреть, подумать, как его правильно применять, или нет ничего плохого в супружестве. Нет, нет, Христос это не обличает. Обличает Он то, что люди временные заботы сделали целью своей жизни, а истинный пир Божий, на который зовет Господь, пренебрегли им и на призыв прийти, отказались. Вот о чем сегодняшнее Слово Господне. И не только к тем, собравшимся на званный ужин, и ко всем нам, которые собрались сегодня в храмах, или к тем, кто читает или слушает эти слова Христа. Мы с вами также не должны целью своей жизни считать земное приобретение, потому что ничего из этого мира в мир вечности мы не унесем. И когда Христос зовет нас на званный ужин, на пир, на вечерю, мы не должны отказываться. И каждый воскресный день это пир, духовный пир Господа Бога нашего Иисуса Христа, на который Он зовет всех. Придите ко Мне все, пейте от Него все, сияя из кровь Моя Нового Завета, которая за вас проливается в оставлении грехов и в жизнь вечную. И Христос снова зовет, но кто-то говорит, да мне некогда, когда там в храм ходить. Впереди новогодние хлопоты, надо еще купить, попробуйте проехать на улицах. Вы видите, город почти стоит, люди куда едут? Чем озаботились? Земные цели ставят целью своей жизни и не заботятся о вечном, о бессмертии собственной души и о ее спасении. Сколько людей, забывая о Боге, считают целью только земное. А как говорили подвижники благочестия, если мы перестаем искать небесного, мы теряем и земное. А когда начинаем небесное искать, и земное нам прикладывается. Ведь это слова самого Христа. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. А когда мы ставим целью жизни земное приобретение, продажу, супружеские отношения, обязанности, то небесное мы теряем, и душа опустошается. Вот потому, дорогие братья и сестры, эта притча обращена к каждому из нас. Мы должны иметь временную заботу о временном и главную заботу о вечном, о неприходящем. То, что не отнимется у нас. То есть заботу о спасении своей бессмертной души. Вот почему, приходя на этот званный пир, уже здесь прообраз пира небесного, это Божественная Литургия. И многие из вас, посещая храм, слышат эти слова тайные, то есть вечери твоя тайная. Днесь, сегодня, Сыне Божий, причастниками прими. И вот мы, приступая к Святой Чаше, участвуем уже на земле в этом духовном пире. Очень многого лишают себя те, которые уклоняются от причащения Святых Христовых Таинств. И те, кто причащаются, уже здесь приобщаются небесного пира Господа и Бога нашего Иисуса Христа, небесного жениха, этой вечной трапезы Господней. Хотелось бы также, дорогие братья и сестры, всех вас призвать каждое воскресенье и праздничные дни непременно приступать к Божественной Литургии и по возможности причащаться, то есть участвовать в этой тайной вечере, которая днесь. Днесь, переводится как, сегодня. И священник выносит чашу с телом и кровью Христа Спасителя и напоминает всем собравшимся. В вечере Твоей, а тайная, Господи, днесь, сегодня, причастника, прими, не во врагом Твоим тайну повем, не лобза не идти дам, яко Иуда, но яко разбойник, исповедую Тя, помяни меня, Господи, во Царствие Твое. И после этого удивительного участия в духовном пире возвращайтесь к своей земле, к приобретенным вашим благам земным, которых пусть у вас будет как можно больше. Единственное, к ним никогда не прилепляйтесь, потому что, может быть, придется все оставить. И время, в котором мы живем, особенно на Донбассе, показало, что ничего, накопленное в квартирах, люди не сохраняют. Ни земли, ни дачи, ни приобретенные машины. Люди живут в подвалах, ждут, когда принесут им хлеб и ходят в церковь. Потому что единственное, что у них остается, это духовный пир и понятие того, что все в земной жизни настолько хрупко, настолько временно. А потому уже понимают там, что ни к чему земному так крепко прилепляться не нужно. К чему прилепляемся мы? И пока у нас мир и светит солнце, мы считаем это важным в нашей жизни. Ну как же? Ну как же без этого? А вот пусть оно у вас будет, но не прилепляйтесь. И ни в коем случае не считайте приобретение земных благ целью своей жизни. Пусть они будут сопутствующим приобретением. А вы ищите прежде Царствие Божие и правды Его. И все остальное приложится вам. Вот мы должны понять, что нас Христос на пир зовет духовный, а мы вот к этому прилепляемся. Мы все здесь. Небеса подождут, а они не подождут. Они просто в свое время позовут нас, а мы не готовы. Вот страшно будет услышать от Христа, отойдите от меня. Я не знаю вас. Я вас не знаю. Это страшно. Поэтому Спаси нас Христос. И другого Спасителя у нас нет. Вот будем Его любить, Его прославлять, Его слушать, на пир Его приходить и почаще причащаться тех бессмертных, животворящих, христовых тайн. Аминь.